МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анастасия Заворотнюк, друзья! Здравствуйте! Настя, доброе утро! Здравствуйте! Как вы поживаете? Прекрасно. Расскажите, Настя, я пришел к вам с тремя апельсинами. И мы их используем сегодня. Вы как в воду смотрели? Как вы в глинтвейн смотрели, который мы сегодня будем с вами? Мы сегодня будем делать глинтвейн? Будем, а что нет? А, действительно. Вы же обещали шабли. Ну, это где оно? Давайте же его улучшим. То есть мы будем, как говорится, готовить алкогольные напитки? Будем. Есть возможность теперь попробовать по-настоящему утренние блюда. Вы не одни, мы и с вами. Вот Иван Ургант и я. Что мы сегодня будем готовить? Мы будем с вами сегодня готовить пасту. Я уверена, что вы так же любите, как и я. Пасту? Пасту. Я жить не могу без пасты. Да. Но паста же бывает разная. Бывает, бывает. Есть паста с креветками, есть паста болонезе. Давайте мы, знаете, что сделаем? Для начала будем чистить лук. А скажите, а для чего марля? Что, простите? Тут марля. Не знаете, да? Нет, нет. Детка. Наверное, забыл. Скажите, пожалуйста, Иван, вы будете чистить и резать лук? Да, конечно. Надь. Отлично. Сначала нам нужно с вами поставить воду для спагетти. Воду для спагетти. Вот, да. Через адрес. Все правильно делается. Смотрите. Вот мы ставим воду. Отлично. А газ-то уже идет. А газ уже идет. А газ идет. Сейчас, сейчас. Мы сейчас только для этого будем поставить воду. Хотела бы. Мы бы ее немножко завили. Так. Это такой специальный секретик, знаете, чтобы паста лучше готовилась. Сначала поставить надо кастрюльку пустую, потом в нее налить воду. Никакого секрета тут нет. А вуви? Это вот для пасты, да? Это тоже для пасты. Это не пароварка ли? Это не пароварка ли. Это потом мы сюда эту пасту, которая у нас будет приготовлена уже, сольем воду, и паста останется здесь. Представляете, как фантастико. Такое количество воды, так мало пасты. Так, продолжаем, Настя. Продолжаем, продолжаем. Вот, вы будете резать лук, я буду чистить чеснок. В эту пасту обязательно, в этот соус нужно положить чесночок. Но, если, например, вот у вас сегодня съемки или еще какая-нибудь встреча. Настя, давайте пойдем от обратного. У вас есть сегодня съемка? У меня сегодня есть съемка. Вот, и поэтому мы положим вот чесночок этот целиком. Положите, пожалуйста, чесночок целиком. Подождите, а зачем вы, Иван, налили столько воды? Я извиняюсь. А не надо? Вы сколько хотите приготовить пасты? Слушайте, а не надо? Не надо? Не надо, ну что вы. А вот смотрите, я просто думаю, что мы же активно. Вот как вы будете делать? Нам половинку этой кастрюльки было бы вполне достаточно. Вот поверьте мне. Нет, это даже не так делается. Иван, вы готовите часто и с удовольствием, я это вижу. Давайте мы сольем эту часть водички, вот, ровно половинку оставим. Давайте-ка. Вот так мы заживем с вами как люди, Иван, подождите. А это как дуршлаг, мать моя. Так я же вам это пыталась рассказать, но вы меня не послушали. А я ведь вам предложила. Настя, ну надо же, вот что значит все-таки вы живете в просвещенном мире? Еще значит, что вы живете другой какой-то волшебной богатой жизнью. Волшебной богатой жизнью и используете дуршлаг. Не то, что мы сидим тут в мнебниках и не понимаем, что к чему. Прекрасно. Давайте не будем засовывать дуршлаг туда, бог с ним. Вот так вот накроем его просто штучкой и все. Без дуршлага. Иван, вы меня беспокоите. Все, я все понял. Все, вот тебе все хорошо. Хотите, я даже лук почищу, Иван, я беспокоюсь за вас. Хотите? Нет, лук не трогайте. Тогда вы чеснок как-то, он так хорошо пахнет. Лук это моя природа. Ой, боже, а ножи-то какие, один, другую. Да, я вам даже положила, вот приготовила. Посмотрите, какой у вас новый ножичек здесь. Нет, такими ножами. Нет? Знаете, вот такими. Так, и что? И сколько вам нужно лука? Дорежьте, чистите. Слушай, дорежьте, Настя. Вы говорите, как, знаете, как русский солдат, который заходил на французский... Лук, я бы так сказал, со слезой. Со слезой. Я вам водичку поставила, чтобы вы мочили там ножичек и резали после этого лук. Тогда вы не будете плакать, ни вы, ни я. Да что вы. Да, представляете, если в холодную воду, вот, люблю готовить. Люблю готовить то, что готовится очень быстро. Настя, и как, вот так вот, да? Смотрите, вам не так. Выдавайте. Берете и вот так вот. Пела девушка, вы бела. Вы, похоже, на жену надоедете. Ну, Чернышов. Вроде я этим не славен был. Значит, как нужно порезать лук, Настя? Так, лук порежьте, как хотите. Режьте вот так вот, меленько, да. Меленько порезал, хорошо. Чесночок считаем, что он порезан уже. Пусть так сегодня. Да что вы. Пусть так, да. Скажите, Настя, а как часто удается вам готовить? Удается. Да? Не часто, но бывает, случается. Со мной вот могу сказать, что люблю готовить то, что готовится быстро. То есть? И, между прочим, это не всегда примитивные блюда. Вот, например, черную икру можно приготовить за пять минут посолить. Представляете? Вот. И будет пятиминутка. Это самая вкусная черная икра. То есть вы солите ту икру, которую вы из банки достаете, которую вы из рыбы достаете? Нет, нет, нет. Это ту, которую вы доставали в моем детстве из рыбы. Вот это вот я помню. А, вы же из Астрахани. Да. Поедали эту икру с большим удовольствием. И мы как-то, в общем, ни про какую ответственность тогда не думали. А, в принципе, зря. Астрахани вообще город, который славится не только икрой, но вообще продуктами своими прекрасными. Не славится. Вы знаете, Иван, никак не славится. Кроме рыбы и икры там не было ничего. Помидоры. Ну, вот смотрите, вы говорите. Астраханская икра, помидоры, арбузы. А так не славится, да? А так не славится. А возьмите город Тверь. Минутку. Вы хотите, чтобы я вам рассказала про страшное астраханское детство? Я вам могу... На меня нож не направляйся. Подождите, вы меня просто... Я вижу, что детство было страшно. Скажите так. Да, ничего в нем не было, даже мяса не было. Подождите, давайте, знаете что, мы сейчас его запустим. Наливаем, у вас, я смотрю, термостойкое маслечко есть, да? Мы разогреваем. Маслечко. Маслечко. Ну-ка, маслечко. Маслечко. Ну, смотрите, наливаем масло. Так. И сейчас положим туда тот самый лук, который вы так... Слушайте, как вы режете лук, Иван? Вы молодец. Вы не видели, как я режу лук? Это уже порезанный лук. Вы молодец. Ваша жена, она просто счастливая женщина. Она даже еще не знает, наверное, до какой степени. Ну, давайте, вот смотрите, что я делаю, да? Вы почему-то громко сделали, вот так. Я просто, чтобы никто не узнал, а то, знаете, набежит, что шкура не клевала, и все, а ну, вас похищать. Это вам. Так, а чем здесь мешают обычно у вас? Здесь мешают? Окей, я сама разговариваю. Настя, вот все, все, что перед вами. Я вам поломала здесь немножко все. Посмотрите, а есть потрясающая вещь. Вот так, вот возьмите. Ну, это можно тоже. Все-таки вот этой. Да как хотите. Ну, вот этой мне удобнее. Удобнее, пожалуйста, прошу вас. Так, что еще, Настя? Вот вы начали резать. Да, начала резать, да. Это мы с вами режем сейчас. Знаете, что? Я, знаете, я сделаю... Вот так. Пела девушка, вы забыли песню. Вы поете, Иван, волшебно. Я, к сожалению, я пою замечательно, но я не знаю, к сожалению, песню пела девушка. Да я могу ее просто... Пела девушка в белом. Все, больше ничего не... Пела девушка в белом. На это уже должно быть окончено вот это. А закончена песня? Нет, у меня... Тогда пойте второй раз, это же самое. Песню. Так. Хорошо. Сказки Венского леса. А, это Сказки Венского леса. Вот смотрите, у нас здесь пассируется лук. Мы сюда же закладываем теперь перчик порезанный. Да. Закладываем порезанный перчик. Так. И выкладываем... Вот у нас уже есть тертые помидоры. Можно их потереть настоятельно, а можно вот уже, видите, у нас все готово. Давайте мы их сейчас туда и положим, да? Вот это. И вот это туда же. Ой, и это будет нам сейчас с вами счастье, прекрасное. Прямо сразу, да? Прямо сразу. Давайте. Благодарю вас. Опа. Какая вы стремительная. Я вообще, да. Лук не надо дожидаться, чтобы... Не надо. А он уже хороший. А он уже хороший. Он уже симпатичный. А я понимаю. Да, и теперь пусть... Ну ты куда-то опаздывательная. Вы знаете, это свойство характера такое. А скажите, какие у вас любимые блюда в семье? Я, если мы обо мне говорим, очень люблю пасту. Дети страшно любят пиццу. Так, чтобы было тоненькое тесто. Тоненькое тесто и большая начинка сверху. Нет, 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 нет. Без излишеств. Да, тоже вот так вот, чтобы оно все было хорошее. А вы дети урезаете каким-то образом в еде? Урезаю, приходится. Ну, конечно, потому что есть все время... Если есть все время вот эти вот, как их называют? Пиццы. Пиццы, да. То, конечно же, они будут поправляться, мои дети. Вот, это не рекомендуется. Ну, а, слушайте, а почему это у вас дети... Еще очень любят мои дети жареное мясо. И любят, когда мама жарит это мясо, потому что я его жарю... Когда большой вертелся из квартиры... Не, 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 я вот на стабородочке, потом кухня, в принципе, в состоянии предремонтности практически. Зато жарится это мясо буквально 5-7 минут. Так. И очень-очень вкусное получается. Потому что, в общем, все немножечко заботы на эти мамы. Так, а муж? А, Петя любит все, что... Все, что не доели дети и мама, да? Вообще у нас как-то вот итальянская кухня, да. Да. Почему? То есть, получается, да, смотрите, у нас закипел соски, прямо поменьше сделать, наверное. И вот так вот его поварить, да? Поварить. Потомить. 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 Потомить мне нравится. Слово, слово, потомить, да. Тем временем у нас вода закипает. А, и еще, мы же прогрентвейн с вами как-то выпустили из виду, да? Давайте мы заложим еще туда чесночок, пусть он отдаст свой аромат. Положить. Да, туда. Вот, потому что, в общем, в этом случае, если он не порезан, это будет весьма симпатично. Аромат останется, а чесночка-то нет. Все, с этим все. С этим все. Друзья, у нас томится соус. Анастасия Заворотнюк, между прочим, заслуженная артистка России. Могу я так называть? Вы еще своими именами. Хорошо, давайте. Ну что же, без пяти минут на ровно. Может, я скажу так? Сегодня у нас на кухне соус. Я забью эту столку. Какая программа, Фанни, скажите? Это программа на начале. Хорошего сказали. Я ее ведущий, Борис Берман. Значит, Настя, следите за соусом. Дорогие друзья, смотрим на канале. У нас в гостях сегодня Анастасия Заворотнюк. Настя, что же с соусом? Что же у нас... Что? Вот, кстати, этот вопрос, вот я хочу задать. Я знаю, тысячу раз задавали. Перестаньте, Иван. Нет, я так не разговариваю, нет. Нет, нет, это я все понимаю. Это я знаю. Я знаю, что вы подсмотрели у вашей коллеги по театру. Да, да, да. Я все знаю и вообще об этом не хочу говорить. Я хочу говорить вот о чем. Ну, насколько... Мне правда это интересно, потому что сколько всего серий было снято? Сто, восемь месяц серий. Это сколько? Четыре года работать? Нет, нет, нет. Это в общей сложности два года работы. Ну, с перерывами получилось больше, да? Да, разумеется. Вот вы, заходя в кадр, а я знаю, как это снимается, непросто. Вы проводили там с утра до вечера время на площадке. Да. Говорили все время так. Испытывали ли вы сложности потом в жизни, когда... Нет, никаких. То есть прямо переключается и все вообще. Ну, конечно же. Ну, это же роль. Это работа. Да, ты ее поиграл, поиграл, пришел домой, а там у тебя другое. Ну, знаете. А есть ли у вас, Настя, вот из всех ваших ролей, у вас их много? У вас их очень много. Настя, скажите, есть ли какая-то роль, которая ваша любима? Вот если брать театр, если брать телевидение, если брать кино, если брать домашние постановки. Домашние постановки, да. Я не знаю. Квартирные спектакли. Читаем. Есть ли любимая роль? У меня есть спектакль, который очень дорог моему сердцу. Это «Страсти по бомбарашу». Варвара! Да, Варвара. Варвара! Иван, вы как-то подготовлены так, что я буквально бледнею. Настя, вы настолько пышите здоровьем, что когда вы бледнеете, все равно румяне спустят. Но я вам могу сказать одно, Настя, так уж совпало. Дело в том, что я, когда был маленький, в театре имени Веры Федоровны Комиссаршевской в Ленинграде, хочется сказать, Вера Федоровна играла в «Арвару». Подождите, давайте посолим воду. Давайте посолим воду. Вот так вот, на глазок вы собрали. Мне кажется, вы влюблены. Подождите, подождите. Это не соленая соль. Это не соленая соль. Это вообще не соль. Это вообще не соль. Это просто... Ну и на здоровье, Иван. Вы знаете, что самое главное в пасте, на мой взгляд, самое главное в пасте, это правильное содержание соли в воде. Потому что если правильное содержание соли в воде, то и паста в результате будет очень правильного вкуса. И даже и соуса не нужно. И со... Вашего. По-моему, вы придумывали что-то. Не волнуйтесь, соус будет хороший. То есть мы будем, как говорится, вообще такой кропотливый процесс. Так, вот так вот мы закладываем это сюда. Раз, два. Вот так вот все. И можно даже еще немножечко положить, наверное, пасточки. Пасточки. Настя, ну вы же помните, в фильме «Бумбараж», в спектакле «Бумбараж» Варька-то погибает. Погибает. Погибает Варька. Да, погибает. Гаврюха-то стреляет в нее. Стреляет. Стреляет в нее, и Варя так... И только ходят ко... Да, вот это? И вы прямо тоже погибали. Или было решено... Нет, 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 нет. ...спектакли как-то по-другому? Мы потом... Потому что я знаю спектакли, в которых Варвара выживала и уходила в спецназ. И у них были дети. Нет. Детей у них не было? Не было. Там была большая трагедия. Я всегда за детей. Знаете что? Погибала. Погибала. Классическая, да, история у нас была. Но мой любимый... Вот, а если вы... Я догадался практически, какой был ваш любимый персонаж, потому что вы мне это подсказали. А как вы думаете, мой любимый персонаж в Бумбараши какой? Вот посмотрите на меня и сразу вам скажу. Я, если вы угадаете. Левка. Где я только не был, всего я не отведал. Березовую кашу, крапиву любит. Вот, друзья, видите, только с Анастасией Заворотнюк я ни разу не обедал. Но сейчас хотелось бы это вас помнить, этот пробел. Значит, паста кипит. Соус кипит. Соус кипит. Пасту вы помешали. Нам нужно переходить в Лентвейну, ведь что же мы на трезвую голову и попробуем есть. Нет, ни за что. Давайте вот у вас стоит хорошее сухое красное. Настя, вы говорите, как студентка театрального института, которая заходит в общежитие. У вас стоит хорошее красное и приставляется в шабле. Ну, мне понравилось просто. Ну, действительно, так очаровательно вот это вот все. Конечно, это все чудно. И сразу верится. Хорошее сухое красное. Потому что, видите, сухое красное, оно же обычно на винтах. Такое сегодня шабле. Ну что? Вот сюда. Мы как всегда вот сюда. Что, прямо вот так, прямо наливаем? Да, и наливаем, и все. Уже горит. А, честная. Литя, литя, литя. Беленькая, красивенькая. Все, как просто девочки любят. Беленькая, красивенькая, как любят девочки. Так, хорошо. Понятно, почему вы взяли марлю. Ну что, целую бутылку? Целую, целую. Ну что же вы? Конечно, нас много. Все захотят обязательно попробовать глинтвейна. Так, мы разогреваем. Вы знаете, самое интересное, я однажды в детстве, Настя, я готовил такую, мы готовили такую с моими друзьями, наливку. Знаете, собирает ягоды, черноплодная рябина, черника. И заливается спиртом, вот, заливается, и потом он начинает закипать, и до процесса тестирования даже не доходит, потому что пары спирта, а нам-то по 15, по 14 лет. Слушайте, красивая какая история. Да, ну, я засыпал где-то минуте на четвертый этого праздника. Так, смотрите, вино у нас тоже уже прогревается, да? А пасту-то главное не переварить нам. Да, не переварить. И еще нам сюда нужно обязательно добавить базилик. Я вас здесь порою с шкафчиком? Да, поройтесь, пожалуйста. Вы базилик сухой? Сухой базилик, да. Обязательно для аромата. Хотя посолить вот это не нужно? Обязательно и посолим сейчас, да. А поперчить? Как это у вас открывается? Открутите, пожалуйста. Открутите? А, вот вижу, да. Раз. Все-то вы знаете. Не больно. Так, а соль вот здесь, вот перец. Давайте, может быть, перчик? И поперчим обязательно, вы правы. Перчик уже сюда. И вот. Сухого базилика, да? Ой, какой он ароматный, да? Я думаю, что надо выключать уже. Давайте возьмем это и выключим. Оно уже, по-моему, все это готово, да? Мы уже взяли, уже начинает поджариваться, по-моему, это все тихо. Да. У нас это выключено. Да. Так, давайте, Иван, проверим спагетти, да? Как они у нас? Пасту проверять. А мы их будем сюда перекладывать? Нет, мы не будем их перекладывать. Мы их будем смешивать уже непосредственно в тарелочке. Так. Все, мы закрыли. У нас закипает? Пока не закипает, пока оно у нас греется, да? Греется, да. Так, давайте мы с вами достанем глинтвейн. Так. Он у нас есть уже готовый, да? Глинтвейн уже готовый, в смысле? А! В смысле сухой. Да, Настя. Да, я. Сухой глинтвейн? Да. Вот. Ну да, ну вот, друзья, что здесь находится? Тут корица, апельсины, всякие что-то. Ну да, влажник. Ну прекрасно, да? И есть у вас ложечка какая-нибудь, да? Ложечка, конечно. Конечно, Настя, вам столовую чайную. Столовую. Столовую, пожалуйста. Да. Давайте мы тогда высыпаем сюда половину, прогретое вино, высыпаем половину содержимого этого пакетика, да? Да. Вот. И оно у нас сейчас... Начинает нагреваться. Начинает нагреваться. И отдавать все ароматы. Вот скажите, когда вы снимались в фильме «Кот апокалипсиса», насколько мне рассказывали... Аромат Глинтвейна. А, я думал, это аромат фильма. Аромат фильма. А, кстати, а есть у фильмов, у спектакля, есть у вас какой-то, вот, когда вы запоминаете не только картинку, не только каких-то людей, но еще какое-то кулинарное воспоминание о фильме? Кулинарное воспоминание есть. Когда были съемки в Флоренции, они, ну, где-то около трех недель были, вот, я просто приняла для себя волевое решение, что я ничего не буду есть. Один раз только я попробовала флорентийский стейк, мы были с Винсаном в таком замечательном ресторане, но нельзя было не попробовать, да. Друзья, когда, Настя говорит, с Винсаном, так по-простому, идет речь о великом французском киноактере Винсане Пересе. Да. А не о Винсане Касселе, как подумала Моника Белуччи, схватив скалку сейчас. Ну ладно, Моника, как говорится, расслабься, мама. Мама, все в порядке. Так вот, ела там все время пасту, потому что очень ее люблю и каждый день позволяла себе днем, да. А вот Сингапур же еще был, Сингапур был? Был, нет, не Сингапур, была Малайзия. Малайзия, в Малайзии что, Настя, какое-то кулинарное было? У них такой фастфуд были, какие-то жареные тараканы или кузнечики, я не знаю что. Я сделала вид, что я поела и, ну, так себе. И Винсан тоже сделал вид, что он поел, а Вовы думали, чтобы... А Винсан поел хорошенько, почему-то ел. Все, закипела у нас паста уже, вернее, не то, что закипела, а готова, друзья. Сейчас будем сливать пасту, а у нас небольшая рекламная пауза. Так, ребята, спирт я взял, девчонкам позвонил. Самое главное осталось узнать, какой у Вадика код домофона. Из кинофильма «Код апокалипсиса». Друзья, у нас на первом канале, у нас в гостях Анастасия Заворотнюк. Вадик, Ваня, не до шуток, не до шуток мне сейчас, Иван, потому что я совсем забыла. Видишь, я так увлеклась разговором с тобою, а оказывается, нужно еще было, да, поджарить сюда, видишь, что происходит. У меня все просто... Кребетки и гребешки, Настя, ну не на этой сковородке. А на какой же? Вот на этой. Иван, да у тебя здесь, ну скорее, скорее, скорее же. Скорее. Скажи, вот что вот с этим? Вот что вот с этим? С этим вот это вот все, уже оно прогрелось в течение пяти минут, оно не кипело. Вино не кипело, оно прогревалось в течение пяти минут, все. Так, все. Мы его оставили. Ты можешь его даже процедить. А я могу его накрыть? Через марлечку. Накрыть крышкой, пока отставить. Да, пока отставить, смотри. Сейчас мы быстро. Да, потому что надо разогреть, разогреть, подожди, разогреть, Настя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не могу больше. Надо, надо подождать сейчас. Чуть-чуть, сейчас маслится, прогреется чуть-чуть, Настя. Оно прогрелось уже. Нет, оно не прогрелось, Комаро еще не прогрелось. Еще нет, секунду. И это будет одна секунда, еще у нас почистить. Хорошо. А еще нам нужно было порезать апельсин. Смотри, режем апельсин. Тут самый случай, когда... Нет, 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 ты же его помыл. Все, режем и пахли. Вот если бы Чиполлино женится на апельсинке, ну, такое иногда бывает. Бывает. То родились бы дети, чем бы они пахли? Это вопрос, требующий, да, размышлений. Чем бы они пахли? Клубничкой? Клуб... Клубничкой апельсинкой, да. Вот так вот, даже руками, неправильно. Ну, это просто... Это мы делаем ровно на четыре секунды. Да. Для того, чтобы... Для того, чтобы эти креветочки и эти гребешки положить в соус, который у нас... Они должны чуть-чуть схватиться. Именно. Говорят, кулинары, схватиться. Креветочки, ты... Тем более масло у нас пермостойкое. Сейчас, вот это вот так, а это вот сюда, пожалуйста, сейчас. Да? Да. Я благодарю вас. Настя. Да. Рецепт. Да. Чтобы не помочь, что ли? Вы говорите по-русски фразу. Чтобы сохранять красоту, чтобы оставаться юной, стройной, что важно, при этом любя, как мы уже знаем, итальянскую кухню. Много работать. Много работать? Да. Вот и все. Вот есть, например, у вас, в вашей семье какие-то обязательные, ну, скажем, обязательные правила? Вот в такой-то день или в такие-то дни, в такой-то месяц, что бы ни предлагалось, что бы, какое бы предложение ни поступало, все равно мы знаем, что Настя будет в этот момент отдыхать. Новый год. Новый год? Да. Никогда. Нет. Даже когда золотым скипетром стучит нефтяной королевич и говорит, хочу, чтобы Анастасия Заворотнюк провела мой новогодний бал. И Анастасия говорит, ни за какие деньги. Вань, вы знаете, у меня двое детей, и я вижу, как они быстро растут, и мне очень жаль опустить этот момент, потому что мама говорила, деньги кончатся, позор останется. Вот, поэтому, да. Какая-то верная, да. Вот, поэтому, знаете, я стараюсь как-то со своими детками быть, потому что Анечке моей уже 14 лет, Майку 10 лет. А я видел фотографию Анечки, она невеста. Она очень, да, такая симпатичная барышка. Она высокая, красивая, просто уже девушка. Да. Не поворачивается язык назвать ее ребенком. А верят ли дети в Деда Мороза? Нет, они верят в то, что мама обязательно... Они верят в кредитную карточку матери, да? Да. Понятно. Настя, я пока суть до дела. Я могу перекладывать вот эти креветки, которые я немножко отмазала? Конечно же, конечно же. Отмазала. Так, все. Получилось. Так. Получилось. Секунду. Это мы все отставляем. Пармезанчик у нас уже тоже готов, между прочим. И вот это теперь мы раз, за, три, два, кем вот здесь перемешиваем. Да. Давайте мы их положим. Давайте. Ой. Эх, как вы. От души. Эх, как я. От души. Так, апельсинчики в блендвейн. Как же пахнет блендвейн. Вообще, конечно, фантастический напиток. Любите выпить, да? Да и поесть. Да я сам. Да. А что скрывать? Все. Соус у нас закипел. Да. Подержите сисечко. Ну-ка, попадете ли вы? Настя. О-о-о. Практически. Я, знаете ли. Да, я поняла. Не продолжайте. А дольку апельсина. А дольку апельсина. А они там были. Апельсин там ускользил. Вот эти надо было, да, положить? Эти надо было. Оп. Как изящно. Как это у вас. Раз, два. И раз, и два. Настя. Да. Значит, давайте я быстро расскажу, как мы по вашему рецепту, что очень важно, готовили вот эту волшебную пасту. Мы сварили пасту в горячей воде, спагетти, отдельно отпассировали лук, добавили туда болгарского перчика немножко. Володец. Добавили туда чеснока, но который положили крупно. Да. А после этого мы это все заливаем, ну вот то, что называется очищенные помидоры. Мелкой помидоркой. Можно даже самим взять, почистить помидорку и потереть просто. Значит, мы это положили, потом все это как следует проварили, посолили, поперчили и обжарили на отдельной сковородочке. И базилика положили. Базилика сухого положили. На отдельной сковородке обжарили креветки и гребешки, добавили туда, перемешали горячую пасту. Замечательно. Мы даже немножко не доварили пасту, чтобы она была чуть-чуть альдентра такая. Знаете, когда чуть-чуть вот, чуть-чуть не доварят, для того, чтобы она доварилась в тарелке. Ну что же, Настя, давайте пробовать пасту. Давайте. Вы первый, Иван. Я первый, да? Да. Настя, ну давайте попробуем. Ну давайте, мы попробуем. Я, с вашего позволения, хотел бы взять креветочку и немножечко пасточки. А я бы прямо вот пасточки скусила. Ой, паста какая. Ой, паста какая. М-м-м, паста пастушка. М-м-м. 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 Да, Иван. М-м. Настя. Креветочки тоже аль денте получились на смешку. Да ладно. Похрустную, похрустную. Да-да-да. Настя, креветка не может похрустнуть. А я вам говорила, не торопитесь. Она не может хрустеть, Настя. Она хрустит. Ну может быть не очищенная, попалась какая-то. С моим-то счастьем. Ну, Иван, как говорится. Как говорится, до дна. За сказанное. Ну, да. За хорошее. За все хорошее. Друзья, давайте поаплодируем. Настя, за воротнюю. И ленту. Да. Ну, это же просто, просто невозможно рот отнести от бокала. Знаете, что мы забыли? Мы сахаром глинтвить забыли. Кстати, Настя, я не почистил. Иван, ужас какой. А все, я уже сделал первый глоток, и мне все равно. Ну вот и все, Иван. Ну вот и все, Настя. Мы выпили по глотку. Вы остановитесь. Подождите. А сахар не пойдет? Закончить программу. Подождите, что мы там устроились. Неиссякаемый источник энергии, бодрости, хорошего настроения. У нас сегодня очаровывала всех, кормила, смешила и радовала. Самая радующая актриса, без пяти минут народная, артистка России, певица, балерина, фигуристка Анастасия Завракин. Давайте поплатим. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Я на секунду сейчас вас здесь оставлю, для того, чтобы потом вернуться, и можно спокойно заварить весь этот чай. Да. Через секунду к вам вернусь. Друзья, у нас короткая пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. Вы знаете, что суфле, в переводе с белорусского, означает «Кастусь, ты спрячешься за кресло, я когда снижание предложений начну делать, ты уж не помоги, все-таки с ней 12 лет прожил».